Ребята, всем привет, мои хорошие! Рада всех видеть. Мы приехали в банк, но так как всех не пускают зайти в банк, то я жду пока Юля с Максом решат вопросы по поводу её. И, в общем, надо документы для учёбы. Требуют справку, чтобы банк дал о том, что мы способны оплачивать её учёб. А потом пойдём в Эбердролу, потому что какие-то больные. Тут получается так, если у тебя, к примеру, долг, ты вовремя не проплатила за месяц, потом они автоматом уже не снимают. Нужно идти и оговаривать все эти вопросы, и тогда они уже снимут деньги. Но так как у нас долгое время было на счету ноль, то надо пойти и решить этот вопрос. Так что у нас сегодня день немножечко двигательный. Сейчас покажу какие-то красивые кактусы. Видите, какая красота! Супер! Сегодня пасмурно. Парит, конечно, так. Влажность сильно высокая, но всё же нет палящего солнца. Такие дела. Так что будем сегодня в загон с бумажками с этими. Какая красотень. Вот это наш банк. Макс уже с Юлей зашли. Я их жду на улице. Чтоб вы понимали, на сегодняшний день работает вот этот один-единственный центральный офис. И всё. Остальные все банки закрыты. И для тех, кто, я думаю, уже в курсе, что август месяц — это сезон отпусков, да, когда никакие госучреждения не работают. Я говорю, столько времени не работали, всё было закрыто, всё с этой пандемией. Я думала, что что-то изменится, и они не будут в августе отдыхать. А нифига. Война войной, обед по расписанию. То, что страна в заднице — плевать. Надо ж отдыхать. Мы устали. Ну, ладно. Как говорится, свои законы нечего ставить, да. Мне нравится что-то едить домой. Ну, просто они сами никогда и не выберутся таких проблем, потому что самцы очень-очень ленивые. Им всё равно. Им есть на пиво, на винто. И здесь, значит, жизнь удалась. Можно не работать. Всё, ребят, Оля, жду своих ребят. И будем бежать дальше. Мы сошли в кафешку. Нет. Выпить кофеёк. Доброе утречко. Доброе утро. Вот такое вот кофейня. Такая симпатичненькая. Там в основном только десертики. Всё. Перед дальней дорогой опять пьём кофеёк. Так что, все, кто пьёт кофе с нами, всем приятного аппетита. Посмотрите, ребята, сколько тут всяких вкуснях. Ну, нельзя, нельзя. Мы такую не покупаем. Ну, так хочется. Всё. Видите, какие тортики. Всё, мы попили кофе. И на выход нам дальше в путь-дорогу. Идём в Western Union. Хорошо, когда не ты только должен, а и тебе должны. Ребята, мы лёгких путей не ищем. Я не получила деньги. Сейчас пойду ещё в одно отделение. Если там не получу, то надо будет звонить. И этот человек, который отправлял, решать с ним вопрос, чтобы там переделывали. И, получается, у меня по паспорту моё имя написано Татьяна. А он отправил на Татьяна. Слушайте, ну, подходит и номер паспорта, и прописка. Всё, всё, всё. Нет. Нет и всё. Это два разных человека. Может быть, и я не получила деньги. Сейчас иду ещё на почту. Если там не получу, придётся разбираться. Таляха-моха. Ничего не бывает на раз-два-три. Обычно с какой-то жопой. Так, ребята, погнала я решать дальше этот вопрос. Всё, получила, наконец-то. Сказали, чтобы, ай-яй-яй, больше так не делать. Но, во всяком случае, дали-дали-дали. Всё, пошли дальше. Идём просить, заберите наши деньги. Заберите наши деньги. Идём, спросишь, сколько у нас долг. Сидим и ждём в очереди. С бабулитами и с дедулитами. Пускают по одному человеку по записи. Вот и мы ждём. Капец. Если хочешь отдать деньги ещё, приходи и жди. Ребята, мы вышли. Идём в магазин. Сейчас, наверное, вся радость в жизни – это поход в магазин или на море. И всё. Потому что то закрыто, то не работает, то ещё что-то. Ну, машинами, короче. Как говорится, плохому танцору. Идём, я не знаю, что-то. Бутылочку шампанское, наверное, купим. Тоску заливать, да, папа? Ну да, сколько можно. У этой маски даже идти никуда не хочется. Вот. Говорю только, что можем. Хочу рыбки. И он мне говорит, ну, купи себе мойвочки. Я говорю, я не хочу мойвочку. Ну, что он мне отвечает? Не хочешь мойвочки – не хочешь рыбки. Вот так вот. Так что, живёшь и отказывают. Я не отказал, я тебе предложил. Ну, пойдём посмотрим. Может, какая-то рыбка есть. У нас сейчас же просто экономный режим. Вот. Что-то посмотрим такое. Бакалаву. Может, что-то такое будет подешевле. Так что, пошлите с вами выбирать рыбку. Дешёвая рыбка – это креветки. Я не хочу креветки. Я хочу просто кусочек жареной рыбки или запечённой в духовке с овощами. Ну, значит, курица. Я уже скоро нестись буду от твоей курицы. Хочет, иди на рыбку. Вот так вот. Все, ребята, пошлите с нами туда в магазинчик сходим. Сегодня как-то так пасмурно. Голова такая тяжёлая. Я как-то не знаю. Мы сегодня, конечно, и походили так. Ничего так себе. Жара вымотала. Теперь еле заставили себя подняться, сходить в магазин. Ну, всё, ребята, пошлите. Ура! Я заслужила рыбку. Покупаю рыбку. Взяла одну форельку. И вот такую вот небольшую бакаладию. Путасу по нашему. Путасу. Я такой даже не слышала никогда. Ну, это из Трескового. Пишут, что в ней костей немного. Только она такая бывает крупная. Это что, такая мелкая? Ну, её обычно берут на корм животным, говоря. Котам. Потому что мало костей. Кто из них мы? Такс. Шампусик, шампусик. Вот, кстати, ребята, вот этот, что мы пили, что я говорила, очень вкусный. Стоит 2,30. Такое муската. Прикольный. Он наверху ещё голубой. Не, я его не люблю. Вот я ещё. А где тут наша любимая красная? Вот. Ребята, и вот это вот очень советую вам попробовать. 3,75. Красная. Очень бомба. Вкусняшка, вкусняшка. При том, что я не очень любитель спиртного. Ну, мне нравится. Иногда. Ну, сегодня что-то захотелось. Нам по бокальчику треснуть шампусика. Ну, бери. Какое ты будешь брать? Ну, вот какое-то есть ещё. Зульдзе. Наверное, сладкое. Тут музыка орёт. 5,5. Как пиво. Всё, пошли отсюда. Тут сейчас мне впаяют. Питьевой йогурт. Евро 74. Сколько там? Полтора литра? Полтора литра. Полтора литра. А что это тебе йогурта захотелось? Нет, периодически употребляю. Вот я фасольку взяла. Завтра борщик буду варить. Сметанку. Шампусик. Макс себе йогурт взял. Что-то я его по йогуртам пробила. Так, ну идем я еще какой-то кусочек мяска возьму для борщика и на выход. И рапидо-рапидо на выход. Пока все деньги не оставили. Сейчас еще только в Лидл зайдем черного хлеба купить. Так, сейчас возьму вот этого хлебушка. Серый хлеб с семечками. Обалденный, стоит евро 79. Ой, горяченький. И сейчас быстренько порежем его. Хочу взять вот такой вот крем. Девочки, кто в Испании, кто пользовался, скажите. Всегда брала крема, такие, которые по столу евриков. Но сейчас нет возможности. Вчера девушка там не одна, не за жизнь посоветовала. Что очень-очень классный, нежный, хорошо увлажняет даже лицо. Сынок, возьми этот крем, пожалуйста, положи. Возьму, попробую. Потому что вот эта вот золотая линия. У меня Юля его очень любит. Ей нравится. Вот видите, все, что хотите. Все этой серии. Данил, подожди, куда ты пошел? Так. И мне надо кондиционер. Какой-то для волос. Так. Вот эта вот штучка стоит евро 25. Очень хорошо на кончике волос. Как там, термозащита, да. Сынок, вот эта тоже положу. Так. И возьму вот такую вот маску для волос. Не знаю. Хоть чем-то буду увлажнять. Волос сухой. А еще солнце, бассейн, хлорка. Море, соленая вода. И кошмар какой. Еще девочки хвалили вот такое вот масло. Но не буду. У меня пока есть лореаль. Так что не буду брать. Так. Я теперь хочу взять сухари. Хочу сделать котлеты из кабачков. В сухарях никогда не делал. Данила, куда ты? Ну почему я за тобой должна бежать? Так. Какое-то чистящее мне надо для туалета. Точнее, для унитаза. Это мне девочкам обещала, что покажу. Вот это вот антижир. Девочки, просто нереальная штука. Просто бомбезная. Для вытяжки, для... Данил, ну не стучи! Для вытяжки, для всего... Ну вот все, жир, духовка, просто песни. Моешь и никаких проблем. Я вообще всегда беру утенок. Если что-то нет утенка, возьму такую штучку. Так. И... Для... Пола. Для пола. И для полос. Такая пахночка. Так. Мне еще надо порошок. Ну за порошком, наверное, уже схожу в Корефур. Ну выбирай, какой ты себе хотел печенье. Ну только такое, без шоколада, без фанатизма. Вот такие печеньки, видите, 95 центов. А по чем оно? Не знаю. Там сразу 4 пачки. А вот рельефы. Один евро. 95 центов. Ну все, больше нам ничего не надо. Тебе что-то еще надо? Нет. Ну вот такая вот у нас сегодня маленькая закупочка. Вот это классный шоколад. Перец красный и вишни. Все, пошли на выход.